Страна, идущая по тонкому льду. Разочарование уготовано тем, кто ожидает в России революционных потрясений, либо надеется на смену ее траектории. У неповоротливой конструкции РФ инерция огромна. Хотя теперь речь идет об инерции деградации, которая становится способом существования. До сих пор Москва проявляла изобретательность в адаптации к вызовам, уклоняясь от ответа на них. Парадокс в том, что усилие Кремля по самовыражению превращается в источник неустойчивости. Российское статус-кво обеспечивается не стратегическим видением власти, а отсутствием привлекательной альтернативы для российского общества. В 2020 году Кремль достроил путинский проект, ликвидировав препятствия для его воспроизводства. Выборы в Думу в 2021 позволят увидеть, в какой степени общество смирится с тем, что отныне не влияет на их результаты. Президентская диктатура стала источником власти, стерев остальные институты в порошок. Разрушение конституционных основ делает нормой неправовое сознание и власти, и общества. Это означает разложение государства и толкает общество бороться против несправедливости вне рамок права. Коронавирус упростил для Кремля укрепление власти через ликвидацию возможности массового протеста. Но отсутствие легальных каналов выражения настроений ведет к попыткам их артикуляции через улицу. В результате возникает эффект кипящего чайника с закрытой крышкой. Закрепление монополии на власть одного клана уничтожает шансы на лифты для других сегментов политического класса. Сегодня они не готовы бунтовать. Но при взрыве социального недовольства Кремлю придется активнее бросать под колеса представителей правящего класса. Это начнет подрывать элитный консенсус и лояльность, что есть условием сохранения режима. Происходит размывание внешнего ресурса системы, державного статуса России. Глобалистские амбиции страны позволяли компенсировать внутренние провалы. Сегодня ни членство в совбезе, ни ядерный арсенал, ни роль спойлера не гарантируют Москве ведущую роль на авансцене. Использование исторических побед для легитимизации власти свидетельствует об отсутствии иных идеологических лозунгов, кроме одного – Россия в кольце врагов. Но превращение России в крепость уже не поддерживается населением. Люди устали жить в крепости. Начинает рассыпаться еще один инструмент державности – российская Евразия. Самым тяжелым ударом для Москвы был уход Украины. Китай хозяйничает Средней Азии, головной болью стала Беларусь. Теперь с идеей союзного государства с белорусами Москве придется распрощаться. Кремль не прельщает иметь в своем составе бунтующее население. Молдова поворачивается к Европе. Удар по российской державности нанесла война Азербайджана и Армении за Нагорных Карабах, продемонстрировавшая приход на Южный Кавказ Турции. Теперь России придется делить свое геополитическое пространство с другим гегемоном. Украина остается решающим полем для взаимного сдерживания России и Запада. Путин никогда не согласится на отступление в своем отношении Киеву. Постпутинская Россия также вряд ли будет способна принять европеизацию Украины. Слишком уж сильны в ее сознании имперские гены. В ситуации, когда Запад занят пандемией и собственными проблемами, для Украины наступает тяжелое время. Ослабевает готовность либеральных демократий быть гарантом украинских реформ. Москва же надеется на то, что ее пятая колонна внутри Украины позволит усилить, если не пророссийский фактор, то дезерентацию украинского общества. 2021 год должен показать, насколько запетонированная система сможет удержать в России стабильность. Власть будет усиливать репрессивный контроль над обществом и пытаться сохранить державный статус с помощью демонстрации силы. Степень ее агрессивности станет итогом столкновения реваншистов и прагматиков внутри Кремля. Сокращение ресурсов выживания самодержавия и его внутренние конфликты не означают приближение конца. Опасения и элит, и общества, что перемены могут привести к распаду государства и хаосу, сдерживают массовое стремление к обновлению. Загнивание представляется предпочтительнее обвала. Реальные перемены в России возможны при нескольких условиях. Формирование политической альтернативы с массовой поддержкой и возрождение западной либеральной демократии. А при отсутствии этих условий Россия продолжит дрейф по прежнему руслу. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события похожие на Париж. Да, Владимир Владимирович, мы хотим как в Париже. Это был ответ Путина на вопрос, почему же вы, гады, посадили под арест 77-летнего правозащитника, дали ему 25 суток ареста за пост в фейсбуке. И к великим мемам, вы что, хотите как на Украине? Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Добавился новый. Вы что, хотите как в Париже? Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события похожие на Париж. Хотим. А что, собственно говоря, происходит в Париже? Давайте посмотрим на большую картину в целом. Там массовые демонстрации против повышения цен на бензин. Правительство сказало, что оно не пойдет на уступки, после чего демонстрации продолжились. Действительно были перекрытия улиц, сжигали автомобили, разгромили несколько магазинов. В этом нет ничего хорошего. Но уж прямо скажем, никакой катастрофы с Францией не произошло. Там по-прежнему очень замечательно. Там по-прежнему высокий уровень жизни. И по-прежнему, Владимир Владимирович, ваш пресс-секретарь Дмитрий Песков не спешит продавать свою парижскую квартиру и обменять ее на домик в очень-очень стабильном Воронеже, где никогда не происходит никаких демонстраций. Более того, после того, как народ вышел на улицу, президент Макрон заявил о том, что увеличивает минимальную заработную плату на 100 евро и одновременно уменьшает социальные сборы с пенсионеров и он заморозил цены на топливо. Вот и получилось, что минимальная заработная плата в ужасной протестующей Франции сейчас составляет 120 тысяч рублей. А ваша Единая Россия тоже недавно подняла минимальную зарплату на 117 рублей. И сейчас в прекрасной путинской России без протестов она составляет 11 тысяч 280 рублей. И в каждой, в каждой развитой стране с высокой зарплатой обязательно регулярно происходят яростные манифестации против правительства. Но, собственно говоря, это одна из причин, почему правительство в итоге подчиняется обществу и работает на общество, а не как у нас. Если бы во Франции премьер-министр сказал людям, денег нет, а вы держитесь, просто денег нет. Значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну, то парижане бы вообще пошли бы штурмовать чиновничьи здания. Про бензин давайте. Ну, вернее, про дизельное топливо. Из-за него все началось, потому что во Франции его цена выросла с начала года на 20%. Ну, так и в России с начала года цена на дизель выросла на 16%. И вот смотрите, у нас есть средний россиянин и средний француз. Средний россиянин, вот он на свою среднюю зарплату, 37 тысяч рублей может купить 798 литров дизельного топлива. А средний француз на свою среднюю зарплату может купить почти в два раза больше, 1490 литров. Поэтому да, мы хотим, как в Париже. Мы хотим, чтобы у нас была средняя зарплата, как во Франции. Мы хотим, чтобы у нас здравоохранение было, как во Франции. Мы хотим, чтобы у нас промышленность была, как во Франции, потому что все, что вы нам можете предложить, господин Путин, это когда ваше телевидение под видом самого высокотехнологического робота показывает нам человека в костюме робота. Есть возможность посмотреть на самых современных роботов. Я хорошо знаю математику. А вот танцевать робота Бориса уже научили. И причем довольно неплохо. Ну мы как-то считаем, что Россия заслуживает большего. И хотим такого, как в Париже, как в Финляндии, как в Канаде, как в Германии. И вы нам мешаете. Вы сидите уже 20 лет у власти. Уходите и не мешайте нашей стране развиваться. Ну это вы просто знаете, что вы такие изобретательные люди, там такие молодцы. Вам скучно жить, видимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова